Я обычно не читаю то, что прочитано мною было по телевидению, но вот следующий рассказ я все-таки хочу прочитать, во-первых, несмотря на то, что он старый, он все время пополняется какими-то новыми добавлениями, и он был прочитан по телевидению в августе месяце, в субботу вечером, мало кто смотрит в это время телевизор, кроме того, на телевидении, несмотря на всю гласность нашу, все еще сохранился этот обряд обрезания замечательный. Нет, вы не то сейчас подумали, это не надо. Я серьезно сказал, а вы чем-то своему смелетесь, и меня в краску вгоняете за дно. То есть они мне его так вырезали, что я могу его как новый прочитать совершенно. Это телевизионная шуточная программа-передача на Запад. 8.00. Праздничный выпуск утренней гимнастики. Прямой репортаж из московского метрополитена. 9.00. Кем быть? Так назвали авторы и режиссер свою новую передачу о раздумьях выпускников технических вузов. 10.00. Мир и молодежь. Речь пойдет о судьбах советской молодежи. В частности, о трагической судьбе молодой советской актрисы, которая вышла замуж за сына американского миллионера. Он ее так полюбил, что решил навсегда остаться в Москве и никогда не возвращаться к себе на родину. 11.30. Навстречу реформе. Репортаж со съезда учителей, который проходил под девизом «Наше среднее образование. Самое среднее образование в мире». 12.00. В рабочий полдень. В гостях у станкостроителей Москвы на этот раз будут модельеры Центрального городского дома мода под руководством Вячеслава Зайцева. Они покажут свою новую коллекцию, созданную специально для рабочих горячего цеха. Вы увидите, с каким вкусом украшены в спецовке вологодскими кружевами, хохломскими росписями, каслинским литьем, гусь-хрустальным, дутьем и усулийским собольем. 12.45. Учебная программа. Мнимые числа. Передача из Госплана. 13.25. Основы современной философии. Слияние города и деревни. Репортаж из зала Кума. 14.00. Дню работника торговли. Посвящается. Камера смотрит в мир. Вы встретитесь в этой передаче с директором мебельного комбината, который в интервью с прокурором республики сказал, я исправлюсь, дайте срок. 14.50. Навстречу продовольственной программе. Рассказ о переименовании улицы Нижняя Масловка, Верхнюю Маргарину. 15.40. Кинопанорама. На этот раз первая страничка кинопанорамы будет полностью посвящена западному кино, и вы увидите отрывки с фильмов, которые никогда не увидите. После чего известные критики расскажут вам о безнравственной сути этих картин, о том, как им было противно смотреть их за границей. Во второй страничке вы увидите фрагменты нового отечественного художественного фильма «Михаил Лермонтов». Режиссер Николай Бурляев. В роли Михаила Лермонтова Николай Бурляев. В роли семьи Лермонтова семья Бурляева. 16.35. Лица друзей. Передача из Мура. 17.00. На полях страны. Интервью с подручным комбайнером профессором Шнейдером. В 18.00. Во время телемоста Москва-Токио состоится откровенный разговор между нашей молодежью и молодежью Японии. Во время этого разговора молодежь Японии выскажет по различным вопросам свое личное мнение. В ответ на это наша молодежь выскажет по этим же вопросам наши общины. Участник телемоста, видимо. 19.00. Клубкино путешественников. Мы побываем с вами в Сибирском этнографическом музее, где посмотрим избу крестьянина-бедняка прошлого века на четыре комнаты с отдельным курятником, коровником, свинарником, гаражом на две телеги и темным сырым погребом, где бедняк вынужден был хранить сало, колбасы, молочные и другие продукты, которые ежедневно спасали его от голодной смерти. 19.30. Мы начинаем показ нового 365 серийного фильма, киностудия Армен Джиграханян Фильм. 21.45. Прожектор перестройки. В этой сравнительно новой передаче директор шарика подшипникового завода расскажет нам о том, сколько еще шарика ханитар не хватает у нас в стране на душу населения. И в 22.00 праздничный концерт. Как всегда в праздничном эстрадном концерте вас ждут встречи с потомственной дояркой колхоза имени 128-го километра Можайского шоссе, со знатной мотальщицей челночно-предельной фабрикой имени триумфа сборозимых в период гниения яровых, с потомственным сторожем детского сада имени проклятия Ивану Грозному, с дочерью пионера Павлика Морозова и закончит наше эстрадное представление мать-героиня из Средней Азии. Она приедет в студию с 16-ю своими детьми. Все они сыновья знатных хлопкоробов. Товарищи, товарищи, слушайте меня внимательно, только внимательно слушайте, а то ничего не поймете. Сегодня субботник мы будем проводить с вами во вторник, потому что в субботу мы работаем по среде, которая была присоединена к прошлым праздникам. Считалось, что это было сделано, естественно, по просьбам трудящихся, поэтому сама среда считалась, как вы помните, в воскресенье, поскольку в воскресенье мы работали, вы помните, за 8 марта прошлого года, когда все праздники, вы помните, были совмещены, считались новым годом, праздновать по 23 февраля включительно. Ну, кроме одной субботы, когда мы все работали по просьбе, естественно, тех же трудящихся. Эта суббота была названа начальством красных, хотя сами трудящиеся считали ее черной. Помните, тогда еще один наш товарищ отравился в нашей столовой, которая первая в стране перешла на безотходное производство. Но нас это не касается. Мы будем разгребать с вами на субботнике снег, который пойдет по накладным, как опавшие листва. Поскольку эти накладные остались у нас от неотработаны субботниками 62-го года. Помните, когда ее вдруг заменили на встречу посла Гонолуму, который оказался послом Гладелупы. Правда, тоже ничего страшного не произошло. Мы все равно встречали вас с флагами ГДР, которые у нас остались от встречи посла Японии. Но тоже все обошлось. Мы стояли не на той улице. И не в тот день. А в тот день мы провели митинг, посвященный возможной победе нашего футболиста в чемпионате мира. Тем более, что все эти футболисты считаются доцентами нашего института во главе со своим психологом, который считается психологом, потому что каждый день объясняет им, кто такие доценты. И объясняет, что еще можно купить в чековом магазине «Березка», который считается магазином для иностранцев, потому что все товары в нем раскупают грузины и армяне. По спискам на субботнике нас будет 1200 человек, но минус начальство, общественные активисты, дружины, самодеятельность, доноры, женщины, считающиеся беременными. В своем субботнике будет принимать участие 7 человек. Как и в прошлом субботнике, помните, после которого мы празднули безалкогольную свадьбу, которая считалась безалкогольным, потому что на столе не стояло ни одной бутылки водки, а все перепились пивом, который считается безалкогольным напитком, и поэтому все запивали им самогон, который был налит в супнице, разливался по тарелкам-половникам и назывался куриным бульоном, который не пил только один человек, он пил настоящий куриный бульон, поэтому дурачок один с ним кто травился. Приказ о проведении субботника пришел к нам сверху, но мы будем считать, что проводим по нашей инициативе снизу, как принято считать, случай очередного подорожания колбасы по просьбам трудящихся. Уважаемый товарищ генеральный секретарь, пишут вам благодарные жители города, в котором вы побывали недавно с деловым визитом. Правда, вы только за три дня сообщили нашим городским властям о том, что приезжаете, но даже за эти три дня они успели сделать для нашего города больше, чем за все годы советской власти. Во-первых, были покрашены все дома со стороны улиц, по которым предполагалось, что вы поедете. Но потом кто-то сказал, что вы любите отклоняться от намеченного маршрута, и наши власти вынуждены были покрасить остальные дома, причем так старались, что некоторые закрасили вместе с окнами. Во-вторых, все улицы к вашему приезду были заасфальтированы, освещены, озеленены. В ночь перед вашим приездом было вырыто в городе 365 подземных переходов. В магазинах появились продукты, которые, мы думали, давно уже занесены в красную книгу. Вплоть до консервов, которые мы в последний раз видели лет 12 назад, когда неподалеку от нашего города в нейтральных водах затонул английский реврежеватор, что везли консервы голодающим Африке. В-третьих, строителями был достроен мост, о торжественной сдаче которого рапортовали еще в прошлой пятилетке, и который, когда грянул оркестр, и комиссия обрезала ленточку, осел и отчалил от берега вместе с комиссией. Наконец, дорогу из аэропорта комсомольские работники пропылесосили собственными пылесосами. Профсоюзные подмели лес в окрестностях этой дороги и покрасили в свежий зеленый цвет листья на всех деревьях, и помыли югославским шампунем все памятники в городе. Причем памятник Менделееву был отмыт настолько, что оказался памятником Ломоносову. Более того, боясь вашего гнева, многие руководители сдали государство свои личные дачи. В некоторых из них открылись за эти дни ясные детские сады. Их так не хватало всегда нашему городу. А дача управляющими делами обкома была переоборудована под новое здание аэровокзала. И грядка из-под огурцов на его огороде забетонирована под взлетную полосу для ЕЛ-86. Встряхнулись и изменились в лучшую сторону и остальные наши руководители, поскольку все знают, что прежде всего в руководителе вы цените его личное и самостоятельное мнение. Наши руководители три дня заседали на горкоме, вырабатывая личное мнение каждого, и утверждали его на обкоме. Все также знают, насколько вы хорошо разбираетесь в животноводстве. Поэтому был экстренно собран консилиум из научных работников по вопросу, сколько дойных сосков у коровы. Оказалось, четыре, а не пять, на которые давался план ранее, с тех пор, как пролетариат был послан в деревню проводить коллективизацию. Конечно, не обошлось и без перегибов. Например, в ночь перед вашим приездом были зачем-то проведены учения по гражданской обороне. Однако, поскольку тревога испортилась, а все противогазы оказалось работают только на выдох, а на вдох их надо каждый раз снимать. То просто в три часа ночи все вывежали из дома, попали на землю, тщательно прикрыв лица от излучения ладонями, застегнувшись на все пуговицы от радиации плотненько, после истошного крика начальника гражданской обороны города, внимание, ядрёный взрыв, ложись! В результате, чего половина населения опоздала на работу в ожидании от боли. Ещё была выпущена подарочная книга о нашем городе с четырьмя фотографиями новостроек нашего города, точнее, единственного нового дома, снятого с четырёх сторон. А вдоль пути вашего следования всё время перевозился один и тот же ларёк с овощами. Наконец прошёл слух, что во всех городах вы любите посещать музеи и смотреть, как они содержатся. Тут же, по приказу заведующий отделом культуры, который занял этот пост сразу после окончания ПТУ при кирпичном заводе, был снесён экскаватором старый ветхий домик, в котором жил Антон Павлов Чехов, и на его месте построен новый дом, в котором он жил. А в спереди, напротив музея, был поставлен памятник Антона Павлов Чехова, который сидит на скамейке и с одобрением в глазах читает ваш доклад на последнем плену. Но мы из-за этих перегибов на наших руководителей не обижаемся. Мы же понимаем, как им нелегко сейчас. Вы им сказали, надо быть личностями, а инструкции, как ими стать, не дали. Сказали, надо перестроиться, а сроков не указали. И они никак не могут понять, когда им докладывают вам о том, что они перестроились досрочно. Более того, вы всё время говорите им, что надо идти вперёд, а где вперёд, не объясняете. А сами они этого не знают. Поймите это. У нас в городе всегда как было. Те, у кого были способности к искусству, те пошли работать в искусство. У кого в науке в науку, у кого в производство в производство. А те, кто в молодости ленились, и у кого в результате никаких способностей так и не проявилось, те пошли работать в комсомолы, в профсоюз. Одним словом, спасибо вам за ваш визит. Наш город стал красивым, зелёным, благоустроенным. В соседние колхозы стали летать самолёт. И была, наконец, восстановлена телефонная связь с другими городами, которую немцы обрезали при отступлении. Конечно, после того, как вы уехали из наших магазинов, снова исчезли все продукты. Но за то время, что вы у нас были, мы набрали их на три года вперёд. Поэтому очень просим вас, через три года приезжайте к нам ещё. Уже облупится краска на наших домах, снова загрязняются памятники, снова отчалят от берега мост. Но родятся новые дети, которым понадобятся новые ерсли. Конечно, мы понимаем, что вы заняты. У вас ещё много таких городов, как наш. Они все к вам в очереди стоят. Поэтому, если не сможете приехать, то хотя бы сообщите нашим властям о том, что приезжаете. И тогда они, желая выслушаться перед вами, снова вынуждены будут сделать что-то. И для народа. ПС, уважаемый товарищ секретарь, очень просим вас, если не трудно, пускай кто-нибудь из ваших людей перед вашим приездом пустит слух, что вы очень любите ходить по домам и проверять, если горячая вода. Очень хочется помыться.